Посмотрим, как работает CanShake в TCP Вот я подключусь к интерфейсу к моему кп Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 sequenceNumber плюс 1 и посылает нам хост свой sequenceNumber и вот тут мы когда соглашаемся мы повторяем тот sequenceNumber, который нам прислали и прибавляем 1 в качестве knowledgeNumber мы его посылаем то есть вот эти вот номера являются как бы паролями которые передают хосты при взаимодействии итак вот sequenceNumber который посылает первый хост второй хост добавляет единицу тем самым показывая что я прочел твой номер и я знаю его и посылает еще и свой пароль ответ и к ответу мы прибавляем единицу а в качестве номера соединения вот этот вот sequenceNumber выставляется который был предварительный плюс единица ну и далее мы можем прервать соединение и у нас будет вот вот у нас прекращение соединения мы можем посмотреть вот статистика график потока выберем поток только TCP flow и вот у нас наше соединение вот он выделен цветом наш вот тут идет порт увеличить я вряд ли смогу это не увеличивается к сожалению тут идет порт источника и порт назначения порт назначения 22 SSH вот у нас идет посылается флажок син посылается два флажка син ак и в конце посылается флажок ак ну таким образом вы можете изучить как работает коншейк вот завершающаяся син как работает соединение как работает финализация пожалуйста запишите схему эту и укажите кроме флагов син ак еще и номера последовательности номера последовательности синхронизации и номера последовательности ответа отсчет номера дополнительности и esa